Всем большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. Ну что, я знаю, что многие из вас ждали продолжения рубрики «Секреты парижанки». Я сама обожаю эту рубрику и хочу продолжить ее, продолжить рассказывать о француженках, о парижанках, о мифах и реальности. Если вам это интересно, то оставайтесь, сегодня будет именно такое видео. И давайте сегодня поговорим о 10 или 15, да неважно сколько вещей, которые считаются нормальными во Франции и во многих других странах. Я не буду сегодня говорить в России или где-то еще, просто их эти, наверное, вещи не поймут. Итак, сразу хочу сказать, я никого не осуждаю, я никого ни с кем не сравниваю, я просто рассказываю мой опыт, мою точку зрения. И я всех люблю. Я люблю француженок, я люблю итальянок, я люблю русских, я люблю просто женщин. И согласаюсь с очень многим, уважаю всех. Главное, чтобы не трогали мое личное пространство. Можно так сказать, или нет, или нет, или нет. Вот, ну давайте, девчонки и мальчишки мои хорошие. Я думаю, что вот мы уже не раз с вами обсуждали стереотип, который сложился вокруг этой француженки-парижанки. И мы его опровергали, многие выписали, что это не так, что сейчас не так. И вот именно в этой рубрике «Секреты парижанки» мне хочется с вами на самом деле, как есть, ну не то, что обсуждать, наверное, это некрасивое слово, или сплетничать о француженках или парижанках. А почему не посплетничать, да? Мы, женщины, ну за чашечкой чая, кофе, бокальчиком вина пообсуждать это вполне нормально, это по-человечески. Но можно обсуждать вот так зло, а можно обсуждать по-доброму, я считаю. И просто что-то брать не на заметку, а что-то и покритиковать так вот тихонечко. Я думаю, что у каждой нации есть свои плюсы и свои минусы. Если есть какие-то дифференсы, то есть то, что различия, вот да, в принципе, это не хорошо, не плохо, это так, это менталитет другой совершенно, и всё. Итак, вот когда мы слышим слово «парижанка», «француженка», у нас, я думаю, складывается такое, как и у многих, рисуется у каждого своя картинка, элегантная, утончённая, брюнетка, большие глаза, тоненькие плечики, хрупкие запястья, такая вся аккуратненькая, на голове непонятно что, и такой художественный беспорядок, в общем. Ну, стереотипы они стереотипами, таких француженок ещё можно поискать, нужно поискать, но всё-таки вот эта картинка, она остаётся, и многим она нравится, и многие берут это как бы за такую картинку-стиль и пытаются подражать, возможно, ну, что-то взять на заметку. Итак, наверное, давайте перейдём к тем различиям, которые имеются у французов, у француженок. Не раз я вам уже и говорила, и, наверное, так как мой канал о женщинах в основном, о женщинах, о девушках, то будем говорить о красоте. Это о косметике, да. Как я вам уже сказала, француженки выбирают косметику, если вот сопоставить декоратека и уход, то француженка выберет уход. Да, француженки предпочитают редко краситься, и они это сделали как бы таким своим ату, то есть я могу быть без макияжа на улицу, и я никого не стесняюсь, мне это нравится, и это, с одной стороны, здорово. Самое большое качество француженок – это то, что им на всех, как бы не буду говорить слово, наплевать, ну, хотя уже сказала, да, они просто уверены в себе, и они предпочитают на самом деле редко краситься в реальной жизни. Хорошо ли это, плохо? Я даже не знаю, как вам сказать. Если ей так удобно, и если она чувствует себя комфортно, у ней никаких нет комплексов, почему бы и нет? Иногда можно и не накраситься. В принципе, я могу выйти за хлебом, прогуляться и не накрашенной, тем более сейчас маска, очки маска, и все, тебя не видно. Но это, конечно, такие меры временные, будем надеяться. Но они, француженки, покупают очень много уходовой косметики. Вот недавно видела передачу, там у девушки просто француженки были тонны косметики, и все репортеры удивлялись. И если у нас, вот на улице можно увидеть девушку или в машине, там, я не знаю, на улице не увидишь, в компании достает помаду, подкрашивает, там, бровки, глазки, что-то еще, то у француженок можно увидеть, как она достала из сумочки крем в метро, нанесла его на руки, крем для рук. Или вообще, можно увидеть, как в машине она наносит крем для лица увлажняющий. Ну, а там всякие распыления, бомбочки и так далее, для увлажнения, это вообще, что ни на есть, самое такое ходовое. То, что француженки не носят каблуки. Ну, носят, конечно, каблуки, и любят они каблуки, но в повседневной жизни, кроме как Парижа, наверное, в определенных кварталах, каблуки не увидишь. Говорят, что трудно встретить во Франции девушку на каблуках, я думаю, что все зависит от каблука, от сантиметров, и какой он каблук сам по себе. Или он широкий, или он узкий, или маленький, высокий и так далее. Ну, на самом деле, вот в пригороде Парижа, где я живу, пригород Парижа, здесь, конечно, каблуков, вот, наверное, раз-два. И стиль тоже на раз-два, я вам про это уже не раз рассказывала. И скорее в каблуки, наверное, одеты не француженки, а приезжие, так скажем. Или те, которые в био, ну, вот хочется им. Иногда вижу на почте служащая одна, я думаю, боже мой, как же она на каблуках весь день, бедняга. Наверное, в конце дня у ней так болят ноги. Да, француженки носят кеды, а они носят обувь на плоском, ходу. Это удобно, это стильно. Вот сейчас я вам в моих аутфитах в разделе мода показываю, например, крутые модные ботинки. Встречала ли я уже такие ботинки, вот, типа Челси, типа Массима Дутина, шнуровки, да, вот такие, здесь, во Франции? Да вы знаете, девчонки, среди всех наших мамочек в школе. Такие ботинки есть у меня и у одной мамочки, которая очень стильная, очень модная, очень красивая, когда-нибудь я, наверное, решусь и засниму вам ее. И вот по ней можно прочитать, так сказать, все тенденции Инстаграма, моды и стиля. Остальные кроссовки, кеды, уги. Вот, знаете, в книге Инес де ла Фрисанжи написано, что уги француженки не носят. Еще как носят, это тепло, удобно, и когда мамочка идет вот просто-напросто за ребенком, она носит. Они любят обувь белого цвета, да, кроссовки, кеды. Сейчас вот 2020, приближаемся к 2021, все, как бы, кроссовки уходят на задний план, фэшн-блогеры говорят, что все, все, теперь макосина, такая вот, типа, мужская обувь. Ну, француженки, они как носили, так и будут носить такую обувь. Вы часто спрашиваете мне, а вот нижнее белье, Светлана, какое француженки предпочитают и так далее. Вот многие француженки вообще не носят бюстгальтер. Ну, как это объяснить, чем это объяснить? Все-таки, наверное, объяснить тем, что вот он, француженок, если она чистая француженка, у нее небольшая грудь. Если она не переделана, то она небольшая. И, в принципе, ей можно и не носить бюстгальтер, да. Ну, надел какой-то там бодик, надел какую-нибудь маечку и все. И, да, француженки не носят бюстгальтер. Вот, например, на выходные они не надевают бюстгальтер. И иногда можно даже вот увидеть летом футболка, достаточно тонкая, кофточка, ты видишь, что нету бюстгальтера. Никого это не шокирует, ну, может быть, кто-то там посмотрит, ну, скажет, чтобы вот шокировать, нет. Конечно, если я со своей тяжелой грудью советской, русской не надену бюстгальтер, это будет, конечно, что-то с чем-то. Ну, пошутим, давайте откровенно так. Для француженок это такая часть гардероба, которая может быть и которая не может быть, да. Которая, ну, в принципе, хотя белья здесь, ну, очень много. Но если они же выбирают, наверное, бюстгальтер, или вот такие вот треугольнички без всякой армату, арматюр, или вот иногда, хотя все магазины вот заполнены вот этими бюстгальтерами пушат, В общем, вот такие они, француженки, они без комплексов и не стесняются. Ну, а что им стесняться? Они уверены в себе. Они, вот эта уверенность в себе, это вот на протяжении всех их жизни. И не страшно, что они не замужем, не страшно, что они на самом деле вышли замуж или не вышли, или просто живут в гражданском браке, им уже много за, и возможно, у них есть ребенок вне брака. Ну, во Франции никогда никто не будет интересоваться, а вот почему ты не замужем? Ну, во-первых, это считается вот дурным тома, дурным тоном спросить у француженки, почему ты не замужем. Вот личное вот это пространство, оно уважается, да, там, может быть, посплетничают между собой соседки, но вот чтобы спросить, а почему ты не замужем, вот так в лоб, или еще хуже, что, а вот ты не замужем, а тебе вот уже столько лет, а ты когда детей собралась рожать, а вот посмотри, там, не знаю, софисты седнего подъезда, у нее уже там дети, да, а ты вот не замужем. Французы заключают брак достаточно поздно, поздно, ну и сейчас вообще как бы, вот половина коллег на работе у моего мужа, они не замужем, не женаты, и многие просто-напросто живут отдельно, одни, и для них это вполне нормально, но не даром, Париж, город разбитых одиноких сердец, так называют. И о детях они как-то, ну я не скажу, что они вот прям задумываются, нужно к такому-то возрасту родить ребенка, и потом нужно второго сразу, чтобы были погодки. Вот, например, многие в Европе полагают, что в 25 лет девушка еще до такой степени, да и мужчина молода, что принимать такое ответственное решение на себя, брать как ребенок, это слишком ответственно, и не хотят они еще в этом возрасте заморачиваться, еще хотят пожить, погулять, попутешествовать и так далее. Они, конечно, возможно, где-то там в голове себе планируют, что в 30 у них, возможно, будут дети, а может быть и позже, но пока нет материальной возможности, нужно снимать квартиру в Париже, или где-то еще она очень дорогая, нужно учиться, и в принципе здесь вот тоже проблема как таковая, родить ребенка и не стать старородящей девой здесь вообще не стоит. Видим мои влоги, что вот мы живем со свекровью как бы в одном доме, ну, у нас разные этажи, еще раз уточняю, у каждого своя квартира, ну, так случилось, что мы живем в одном доме. И спрашивают, а вот как у французов? Как вот у французов после брака принято, не принято жить с родителями? Ну, я хочу вообще сказать, что молодожены, в принципе, они должны жить отдельно. Но ситуации в жизни бывают совершенно разные. И кто как живет, это уже его дело. Но во Франции молодая семья практически никогда, если нет каких-то финансовых проблем и так далее, не живет с родителями. После заключения браков. Для французов это нонсенс, наверное, нонсенс, да. Семья должна жить отдельно, воспитывать детей, и у каждого должно быть свое жилье. Но вот дома могут находиться рядом. дома, квартиры могут находиться поблизости. И родители могут находиться в одном, жить в одном и том же городе. Ну, и случаются вот такие исключения ужасные для кого-то, когда вот как мы. Этаж на этаж, да. Значит, про косметику мы с вами поговорили. Про гардероб здесь уже большая отдельная тема, которую можно обсуждать просто вечность и модные и не модные и какие бывают разные. Одно сегодня, наверное, скажу, что в принципе во Франции ну, как-то вот не принято у них выставлять вот свое богатство на показ. Всякие вот эти вот кто-то недавно написал Света любишь ты люксовочки. Ну, в моем возрасте уже можно себе и позволить немножко качественных хороших вещей. Да, на Инстаграме сегодня написала позволяйте себе все самое лучшее. Вообще, как психология счастья и так далее. Посмотрите вот мой пост в Инстаграме, подписывайтесь, будем дружить и вообще помогите мне набрать на Инстаграме 10 тысяч подписчиков. Зачем? Да, просто для того, чтобы я могла активную ссылку на YouTube-канал ставить, тогда можно было просто кликнуть и переходить, а ничего не забивать в поисковике Google. Вот. И о чем мы говорили, что богатство не выставляют на показ. Считается, это вообще мол, это плохим тоном рассказывать, что там у меня машина вот такой марки или я не знаю еще что-то, у меня там на счету вот такая-то сумма. Хотя брендовые вещи это, конечно, другое совсем. Ну, бывает и часто встречаются у них сумочки люксовые. Вот у нас есть одна модная мамочка возле школы, а есть другая мамочка, как ее назвать, богатая, наверное, у которой с ног до головы один люкс. И для меня я уважаю люкс, я вообще представляю, когда вы посмотрите, как отшивается та же сумка Dior, иногда вот на ютюбе забейте Dior, и там вот показывается, есть канал, как отшиваются сумки Dior и так далее. Это просто произведение искусства, это ручная работа, и понимаешь, почему они столько стоят таких бешеных денег. И вот, когда ты смотришь на нее, и у нее, на нее, на нее, да, правильно сказала слово, поразить, на эту француженку, то у нее конверсы от Dior, сумка от Dior, платок от Louis Vuitton, что-то там еще, 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 и вот когда вот это вот все вместе, вот это для меня Mauveton. Когда есть что-то одно, то для меня это хорошо, нормально, есть вкус, любят красивые, дорогие вещи, но когда вот эта смесь, это вот ужасно. Но сегодня я говорю, что выставлять на показ богатство, то есть машины, я не знаю, рассказывать, сколько у вас там денег на счету, или не знаю, как сейчас на YouTube модно, да, истратила миллион и так далее. В общем, если можете себе позволить, позволяйте, почему нет, зачем об этом кричать на весе, да, здесь уже, как бы, воспитание не то. ой, про прически, про волосы францужных, но здесь просто легенда, все поросло былью и мифами, и не мифами, ну да, ну сейчас вообще вот пошел такой тренд на простые прически. прически, вот, я отрастила свой цвет волос практически, у меня есть милирование, вот, длину, отрастила челку, и у меня вот сейчас чисто французская прическа, помыла, ну правда, я посушила, вот я сушу еще, делаю брашинку вот этой щеткой, а француженки просто завернут, и вот такая небрежная волна, челка, вообще у них достаточно густые, такие плотные волосы, и поэтому, если вот мои три волосинки, они будут смотреться беспорядочно, если их не укладывать совершенно, а вот у француженок они будут смотреться вполне себе нормально, а вот то, что касается немытой головы, здесь уже под вопросом, да, вот они могут выйти на улицу с немытой головой, есть такое или не есть? Не есть, знаете, иногда ты просто не можешь понять, она мытая или немытая, или просто она такая брюнетка и нанесла какой-то гель или что-то еще, я не знаю, но на самом деле можно увидеть француженок, мамочек там, или не знаю, с немытой головой, будут ли их обсуждать, осуждать? Нет, не будут, совершенно не будут, но не успела она помыть голову, вот, она предпочитала, я не знаю, там, кофе попить, да, журнал полистать, книжку почитать, ну, вышла слишком поздно, не успела, и воду они экономят, ну, в общем, здесь, во Франции, все ценят свое время и уважают, хотя, хотя, здесь вот этот вопрос достаточно спорный, я, например, себе не могу позволить грязные волосы, хотя понимаю, что у каждого своя структура волос, может, просто, вымал, через несколько часов она у тебя грязная, но тогда придется сейчас кепки, шляпки, панамки, хвостики, банданы, то есть, как-то нужно скамуфлировать, чтобы это было все нормально, и еще, то, что касается меня, моего канала, многие мне пишут, там, старье, продаешь, покупаешь, ну, для некоторых антиквариат, винтаж, это старье, для некоторых это настоящее искусство, настоящие вещи с историей, с душой, и я никого не обсуждаю, не осуждаю, я вообще понимаю, что можно иметь такое мнение, это вполне нормально, вообще, многие французы лучше купят товар с рук, чем пойдут в магазин за новым, поэтому здесь очень-очень распространены сайты поддержанных товаров, и, не знаю, Le Boncouin, Vintet, и их масса, если хотите, сделаю такое видео, французы чаще, чем жители других стран покупают вещи вторичные на блошиных рынках, в комиссионных магазинах, и для них это не зазорно, это для них наоборот французский, парижский стиль квартир, да, они так оформляют свои квартиры, мебель покупают поддержанную, и во Франции к этому относятся совершенно спокойно, поэтому здесь так актуальны актуальны и популярны блошиные рынки, ну вот у нас по менталитету сейчас все больше и больше вот люди как-то склонны к секонд-хендам, что можно что-то найти классное, и даже вот найти что-то от бабушек, от дедушек, я все это обожаю, мне это так нравится, что я просто сейчас жду, когда не дождусь, когда закончится этот карантин, я смогу поехать за своими сокровищами, я смогу что-то поменять в интерьере, смогу что-то вам показать, для моих клиентов найти, поэтому поэтому я очень люблю, ну уже наговорила, очень много девчонки, есть еще и мальчишки, много таких различий, например, не у всех французов есть шкаф, шифоньер, вот редко кого увидишь, если он тебе не достался по наследству, вот это огромное, красивое бандура, антикварное чудо с дверками скрипучими и резными замочками, не досталось тебе в наследство в квартире или в съемной или не купил ты с рук, то у них очень часто вот фортон, как говорят французы, этот бар, на который вешается как этот рейл, да, одежда, или просто-напросто стеллаж или как это не стеллаж полка, бар, трубка и шторки и вот там у них гардеробная вот такая вот все, мои хорошие наверное на этом буду заканчивать вот все, наконец-то я собралась и мы с вами продолжим рубрику секреты парижанки если вам такая рубрика нравится поддержите меня пальчиками вверх а я всех целую, обнимаю люблю безумно и всех люблю всех уважаю уважаю все ваши комментарии но те, которые меня оскорбляют уходят в спам я даже их не блокирую я знаете как спам мне кажется это более так мусор все, пока-пока целую